МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спасатели проверяют и эвакуируют. Борьба с Казимировским морем. Самая модная бульба красная. И ценности старинной могилевской книги. О событиях этих дней мы расскажем сегодня. Я Андрей Скоробогатов. Здравствуйте. В Могилевской области проверяют социальные объекты. Везде, где возможно массовое скопление людей. Таковых более 1700. От детских садов и поликлиник до торговых центров и ночных клубов. Осмотрели уже третью часть. Даже больше. Беспокойство за людскую безопасность более чем оправданное. После трагедии в Кемерове на днях в Москве горел детский торговый центр. Как избежать беды? Сотрудники МЧС отвечают. Знать, что делать и всегда быть готовым действовать правильно. Пожар в павильоне номер 22 на втором этаже. Ваши действия. Время пошло. Внимание! Пожарная опасность. Люди эвакуируются неторопливо. Присутствие сотрудников МЧС в форуме прозрачно намекает на то, что тревога все-таки учебная. И выйти можно спокойно, размеренным шагом, не торопя детей. Просьба работников и посетителям покинуть помещение согласно с мамой эвакуации. В торговом центре в одном из Менгилевских микрорайонов службы МЧС совместно с руководством и персоналом отрабатывают действия в чрезвычайной ситуации. Через несколько минут пожарные машины прибывают на место. А продавцы и посетители торгового центра наблюдают. Днем в рабочий день людей не очень много, но всем интересно. Отследовали снежное помещение. На третьем этаже пострадавших не обнаружено. Эвакуация прошла успешно. Условный пожар ликвидирован. И даже условный пострадавший спасен. Но, кажется, все понимают, что все это очень серьезно. Так это не игрушки, правда? Нет, конечно. Какие же это игрушки? Главное, что все вовремя выводили. Главное, что все это было вовремя. Хорошо. За этим наблюдать страшно, когда это действительно наяву. Когда это учение, то, наверное, не страшно. Но это дело нужное? Ну, да, конечно. Это безопасность людей. Трагедию в Кемерово уже отодвигают. Новые события из новостных лент. Шок проходит, но боль за людей остается. И извлечь уроки из тех страшных событий придется. Не дай бог пережить это какой-нибудь маме из нас. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы этого не случилось? Не у нас, не еще все. Все то, что происходит. Следить всем, исполнять свои должностные обязанности и инструкции. И относиться к этому очень серьезно. Как сегодня прошли учения? Учения прошли удачно. Все тоже сработало в штатном режиме. У нас центр оборудован очень хорошей оповещательной системой противопожарной. Она сработала. То есть, ну, все в порядке. Четырехэтажное здание центра построили пять лет назад. Здесь торговые павильоны и офисные помещения. Детская торговля и аттракционы для самых маленьких определяют публику. В основном это мамы с детьми. И безопасность маленьких посетителей центра – главная забота. Поэтому след за успешной эвакуацией – тщательная проверка пожарной охраны. Роман Громыко, старший инспектор инспекции надзора и профилактики Могилевского городского отдела МЧС, внимательный и со знанием дела осматривает все. Протик, окан пожарный. Огнедушитель, установленный в пожарных охранах, эксплуатируется с истекшим сроком перезарядки. Особое внимание к дверям. Оказывается, двери на лестничной площадке должны закрываться, чтобы в случае пожара не были задымлены пути эвакуации. Деревка закрывается. Доводчик неисправен. Список недочетов почти типичный для многих проверок социальных объектов в Могилеве, Бобруйске и райцентрах. Кажется, мелочи – двери, запоры, допороги. Но вот такие двери эвакуационного выхода, которые должны открываться изнутри без ключа, могут повлиять на жизнь и здоровье людей. Если вдруг, а надеемся, что нет и никогда, произойдет чрезвычайная ситуация – пожар. Это понимает и директор торгового центра. Недочеты есть. Я считаю, что эти недочеты не настолько жесткие для жизни людей эвакуируемых. Но мы их обещаем устранить в кратчайшие сроки, чтобы более обезопасить жизнедеятельность нашего торгового центра. Более чем половине проверок социальных объектов области службы МЧС нарушений не находят. Это внушает надежду. Говорят, что руководители идут навстречу и даже исправляют недочеты, в большинстве своем не требующие. Дополнительных капитальных вложений тут же в срочном порядке. Из 900 обнаруженных в ходе проверок нарушений, две сотни исправили сразу же. Всегда присутствуют источники зажигания, горючая среда и окиснитель. И в связи с тем, что кругом нас окружают много на сегодня материалов, веществ, которые при горении выделяют большое количество ядовитых веществ, и скорость распространения, возникновения пожара очень высокая. Что и произошло, собственно, в Кемерово. Это мы должны всегда помнить о том, что пожар может произойти всегда. И меры, направленные на успешную эвакуацию людей, на обнаружение источников зажигания, на их недопущение, готовность к использованию средств противопожарной защиты. Должны всегда быть в постоянной готовности. МЧС просит всех помнить, что самое главное – это человеческая жизнь. По статистике прошлого года в Могилевской области каждый день случалось средним два пожара. Речь, конечно, идет в основном о бытовых пожарах, но язык не поворачивается сказать «небольших», потому что в них тоже гибнут люди. В прошлом году 67 человек. Именно поэтому службы МЧС сегодня призывают людей не быть равнодушными и сообщать им о всех увиденных нарушениях пожарной безопасности, потому что, еще раз, главное – человеческая жизнь. Разговор о безопасности людей мы продолжим в студии программы «Днями». Наш гость – начальник Могилевского областного управления МЧС Андрей Прожогин. Андрей Юрьевич, здравствуйте. В Могилевской области нужно проверить очень много объектов самых разных. По силам ли это МЧС и действительно ли это так нужно? Я считаю, что это нужно, тем более, что мы видели, какая трагедия произошла в России. Поэтому мы в целях оказания, наверное, в первую очередь помощи руководителям, в том, чтобы помочь обезопасить людей, которые находятся в этих зданиях, и проводим эти проверки. Мы их назвали мониторинги. В первую очередь, мы, конечно же, будем обращать внимание на вопросы безопасности людей, своевременности, возможности их эвакуации. И второе, конечно, это чтобы не допустить возникновения пожара. А что вы проверяете? С кем говорите там? Таких объектов у нас в Могилевской области более 1700. Это здания с массовым прибором людей, это больницы, общежития, гостиницы, увеселительные, развлекательные заведения, торговые центры. Вот эти объекты все проверяются. Обязательно с руководителем объекта, обязательно с отработкой плана эвакуации, знанием персоналам действий в случае возникновения пожара. Вот это самое главное, что может спасти людей. Мы снимали молодежное реалити-шоу «Понаихали-2» как раз на базе МЧС под Борисовым. И участники реалити сказали, что их потрясло, что они не умеют пользоваться огнетушителем. Вы затронули действительно больную тему. Я часто говорю, когда-то давным-давно так обучали наших людей возрастом, старше моего, наверное, даже, которые по сей день говорят, что сегодня надо огнетушитель перевернуть и ударить. Его уже 50 лет не выпускают, но все знали, кем пользоваться. А сегодня элементарная вещь. Надо просто вытащить чеку, нажать на рычаг и направить вместо очага пожара. И мы не можем научить. И я, пользуясь случаем, уже как бы инструктаж провел. А вообще у меня предложения были уже давно, и сейчас многие руководители пользуются. Есть порядок, когда сроки, когда должен перезаряжаться огнетушитель. Тот порошок, который там есть, он потом утилизируется. Я предлагаю руководителям, прежде чем утилизировать, практически отработайте у себя на территории, пускайте огнетушители выработают, и потом их сдать, перезарядить. И будут знать, как они работают. Да, да, и каждый попробует. Расскажите про те объекты, где выявлено такое количество нарушений, что речь уже может даже идти о закрытии. Это центр «Строймаркет», развлекательный клуб «Метро». Какие там нарушения? В чем их опасность? Кстати, вот они сейчас фотографии ваших сотрудников у нас на экране. Не всем понятно, что изображено. Может, вы чуть-чуть прокомментируете? Это пути эвакуации, в первую очередь. И системы пожаротушения. Я уже вначале говорил, и сейчас еще раз повторюсь, это безопасность, чтобы в свое время могли уйти люди. То есть пути эвакуации закрыты? Да, да, да. Это самое большое нарушение. И второе, конечно, обязательно предлагаем руководителям еще раз привести ревизию электрооборудования, силового электрооборудования, для того, чтобы не было возможности возникновения. В первую очередь смотрим на это. И если это не устраняется, как вы сказали, тот же метро, там есть вопросы, которые в однодневной не решишь. Это пути эвакуации, установка дополнительных каких-то предметов, перегородок непроектных. Поэтому здесь за сутки основное они не могут убрать. Поэтому руководителям предложено закрыть данное заведение до времени устранения недостатков. А в строймайкер? Буквально вчера разговор был с руководителем. Значит, они занимаются и вчера, и сегодня, чтобы за эти вот сутки произвести, открыть дополнительные выходы и дальше приводить все в соответствие проекта. То есть это все возможно исправить? Возможно, да. Но, как я уже сказал, в первую очередь это пути эвакуации и недопущения возникновения. А есть объекты, где нарушений не было вообще? Ну, где-то больше десятка, которые крупные объекты и в Бобруйске, и в Могилеве, я могу назвать даже, Ома, наверное, Гипа в городе Могилеве, ну и другие. Больше десятка. Это даже в первые дни мы прошли. И там действительно, можно сказать, что практически идеально, там можно идти туда и учиться. Ну вот главный урок, который мы в том числе, спасатели, простые люди, можем извлечь из кемеровской трагедии, он в чем, на ваш взгляд? Главный урок, самый главный урок, на мой взгляд, наверное, не только на мой, это каждый человек сам должен знать, как себя обезопасить. Если он будет знать, как себя вести в той или иной ситуации, то это 90% успеха, что он останется жив и не пострадает. Хочу сказать, что сегодня строятся центры безопасности и жизнедеятельности, где мы хочем охватить все 100%, в первую очередь, детей нашей страны, чтобы они прошли через этот центр, практически попробовали, какие-то навыки приобрели, как себя обезопасить. И уже научились пользоваться огнетушителями и стали понимать, что они сами могут себя спасти, что они должны делать, чтобы не паниковать в сложной ситуации. У нас, кстати, на плазме полигон под Борисовым, МЧС, где мы снимали реалити. Сами, конечно, мы тоже готовим в свой личный состав. Готовим постоянно, ежедневно проходят тренировки. Но, к сожалению, есть и погибшие среди наших. И в этом году уже тоже гибрид одного нашего сотрудника. Тем не менее, подготовка ежедневная проходит. Андрей Юрьевич, я благодарю вас за интервью и надеюсь, что у вас тренировок, пускай остается сколько есть, а работы станет меньше. Спасибо. Далее в программе. Казимировское море разлилось в Могилеве этой весной. Постараемся сделать максимально все, чтобы обеспечить все-таки проезд и подход к домам. Апрельская бульба. Что едим и что посеем. Нравится. И моей хозяйке нравится. Главное, что без козелек ровнее, качественнее. Уникальная Могилевская книга. Новый музейный экспонат. По-первых, это один экземпляр у света. Это уже неописано ранее в библиографии. Это уже некое досягнение, некое науковое открытие. А также юбилей мобильного телефона и пасхальное пожелание. Смотрите нас в эфире и интернете. Все ждали весну, но к некоторым она пришла очень резко. Могилевский микрорайон Казимировка подтопило талой водой. Причем так, что это событие прозвали Казимировским потопом. А огромные лужи стали интернет-мемом. Если ты не едешь к морю, то оно идет к тебе. И все в таком духе. За прошедшие дни ситуация в Казимировке поменялась к лучшему. Но все же в строительные планы проектировщикам придется внести коррективы. Подробности в нашем репортаже. Водный мир Казимировки последними днями обошел весь белорусский интернет. Городские власти искали причину затопления и предпринимали меры для его ликвидации. В этом году произошло резкое таяние снега. Снега было очень много. Если вы видите, вся вода с полей практически идет сюда, на улицу Краснозвездную, Грюнвальскую. В прошлом году мы еще проложили ливневый коллектор диаметром 1600 миллиметров. Но, к сожалению, как вы видите, и коллектор сегодня с этой задачей не справляется. Но, тем не менее, задача поставлена максимально принять меры для того, чтобы где-то подровнять, где-то углубить кюветы и дать максимальный отток воды. Эта дорога и кольцо конечной остановки общественного транспорта – как экстремальная полоса препятствий для людей и машин. Кажется, только дети и животные радовались большим весенним лужам. «Объезжаем сегодня вокруг здесь, то есть не заезжаем по кругу автобуса, и мы, короче говоря, объехать очень проблематично. То есть пассажиры ходят по этим лужам, бабушки жаловались сегодня, что не можем сюда подъехать. То есть мы их даже подвозили туда на конечную, таких совсем-совсем плохо ходящих». «Реки сойдут, но там ронежут все равно что-то размой. Все равно однозначно». «То есть вы веснею не очень рады?» «Нет, веснею рад, почему нет, но таким здоровым не очень». Тяжело приходится не только водителям маршруток и автобусов, но и их пассажирам. Не зря в Казимировке родилась шутка «Купи квартиру и, получив подарок, резиновые сапоги». «Было тут канава прорыто, все зарыли, закопали, трубы повыняли. Я говорю тогда сразу, если останется, не дай бог, снег будет, хана, воды будет по колено. Вот это и случилось». «В этом году еще мало по сравнению с прошлым и за прошлым. Здесь вообще проехать нельзя было. Когда тут что-то сделают, неизвестно». «Я думаю, что сделают». «Ну, будем надеяться. Спасибо». Неприятная ситуация сложилась и в частном секторе поблизости. Участки в воде, дома подтоплены. Жители пытаются сами организовать отток воды, насколько это возможно. «В первую очередь это нужно рассматривать, чтобы власти приняли все необходимые меры для устранения этой проблемы. Мы сами эту проблему не решим». Обеспокоены и будущие жильцы строящихся домов. Там затопило подвалы. И людей волнует, не заведется ли в сырых помещениях плесень. «Это касается только подвального помещения. Там предусмотрены свои системы водоотвода. Поэтому сейчас будем выкатывать воду, пересматривать оборудование там, где это необходимо». С течением времени ситуация в Казимировке стабилизировалась, во всяком случае, по сравнению с тем, что мы видели и снимали в начале недели. Основная вода с полей сошла. Усилия городских служб тоже дали свой результат. Но все же подтопленными остаются некоторые участки в частном секторе. Жителям советуют страховать свое имущество, раз уж они живут в зоне риска. Со своей стороны городские власти намерены сделать все возможное, чтобы острота проблемы ушла. «Мы уже сейчас видим, и сегодня будет представитель генпроектировщика в городе. Это Белкоммунпроект, Минская организация. Что недостаточно, требует корректировки проектной смертной документации именно в части организации водоотвода дополнительной. Потому что при вот таких затянувшихся зимах с обильными снегопадами не справляется существующая ливневая система. Хотя достаточно с запасом заложен коллектор». Итак, весна пришла, сугробы стремительно исчезают с улиц, да и сами улицы областного центра скоро станут зелеными. Город быстро готовится к новому сезону. В Могилеве приступили к массовому ремонту улиц и дорог. Здесь и ямочный ремонт, и разметка. Городские власти просят могилевчан и гостей отнестись к этому с пониманием. Конечно, водители готовы проявить терпение. Ведь все хотят ездить по ровным и красивым дорогам. В Могилеве объявлен месячник по наведению порядка. «Всех приглашаю и прошу принять участие в месячнике по наведению порядка. Это, конечно, общее дело. Нам надо в максимально сжатые сроки, приятные затянувшиеся весны, привести в порядок свой родной город. Это наш город нам здесь жить». Когда Могилевскую область рекламируют торфирмы, то они говорят, что у нас самая вкусная картошка. Правда это или нет, не знаю, но более 40% урожая, который выращивают могилевские аграрии, идет на экспорт. И с каждым годом количество проданной за рубеж картошки увеличивается. Главный покупатель – это Россия. А еще белорусскую бульбу продают в Казахстан, Узбекистан, Молдову. Картофель у нас выращивают большие хозяйства, фермерские и почти все частники и дачники. Сейчас картофелеводы распродают остатки прошлогоднего урожая и готовятся к посевной кампании. Про весеннюю бульбу расскажет Елена Соловьева. Первые посадки 5 гектар было картофеля. В этом году планируем расширить площадь посадок картофеля до 1000 гектар. В четверть века Владимир Малиновский занимается картофелеводством. Поля его хозяйства – одни из самых больших в стране. Диана занимает вторую позицию в Беларуси по производству картофеля. Диана – экспортоориентированное хозяйство. Были годы, когда за границу отправлялось 95% собранного урожая. Картофель продают здесь 10 месяцев в году. Хранилища Дианы рассчитаны на 35 тысяч тонн, где картофель прекрасно хранится аж до лета. Немецкая система микроклимирования обеспечивает значительную продолжительность хранения картофеля и очень высокую сохранность. Отход очень маленький. У Владимира Малиновского 8 сортов картошки – наших и зарубежных. Посевную стратегию диктует опыт. Сажать надо то, что хорошо растет. Качественная сеянка берется из пробирки. На областной сельскохозяйственной исследовательской станции в Дашковке сорта испытывают на прочность. Черенки покупают в Институте картофелеводства и размножают в лаборатории. Из лаборатории пробирки с черенками попадают в растильный зал. Здесь они проведут порядка двух месяцев, после чего растения пересадят в грунт. А вот на приусадебных участках и в хозяйствах эта картошка появится только через три года. В этом году в Дашковке появились четыре новых сорта. В основном с красной кожурой. И снова акцент на экспорт. Краснокожурные сорта преобладают потому, что они востребованы на рынке России. Они обладают высокой урожайностью, высокими товарными качествами, высокой устойчивостью к болезням. Картофель – рентабельная культура, и продавать ее выгодно в любое время года. Сорта, которые занимают наибольшие площади – это скарб, бриз, рогнеда. В принципе, хозяйства, которые занимаются, такие как Доброволец Кречевского района, Гигант Бобруйского, Новая Друзь Белынишского, у них урожайность уже 300-400 центнеров и выше они получают. Жители Могилевской области в среднем за год съедают больше 12,5 тысяч тонн второго белорусского хлеба. Вот и сейчас на полках гипермаркетов уже лежит урожай 2018, выращенный в белорусских теплицах и под жарким солнцем теплых стран. Цена особо людей не смущает, то есть берут как нашу, так и Египет, например. В магазинах картошку помоют, расфасуют, если надо, в некоторых торговых точках ее еще и нарежут. Потребитель доволен. За три неполных месяца в этом магазине продали более 6 тонн. Стабильно в Могилеве на центральном рынке картошкой каждый день торгуют до десятка сельхозпроизводителей и райпо. Татьяна Добринец выращиванием картофеля занимается 12 лет. По весне традиционно старается освободить хранилище для нового урожая. Тем более, что цена на картошку весной выше. Затраты на хранение идут картошки, естественно, переборка картошки – это все идут затраты. Поэтому цена в весне повышается на картофель, в этом году особенно. На что обращают внимание покупатели, когда выбирают картофель? Там на даники просят, то они выбирают крупную картошку. А если там какую-нибудь приготовить, то среднюю. А если там для хозяйства, бывает и мелкую просят. Я покупаю практически на вид. Поэтому, ну, нравится. И моей хозяйке нравится. Главное, что без козюлек, ровненько, чистенько. Те, у кого есть свои сотки, сейчас доедают прошлогодний урожай. Особенно сякают для хранения надо, чтобы было сухо. Вот когда сухо, она чистенько, это, видите, ну, немножко в песке, но это все нормально. Если погреб построен правильно, картошка может храниться в нем до лета. Кожура, конечно, становится толще, но вкус не меняется. Семья Ковалевых выращивает отечественные сорта – скарб и бриз. Бриз – это желтенькое, а скарб – беленькое. Ну, вот скарб, она беленькая, вы знаете, хорошо ее почисть, а потом она хорошо драть вручную. Она легко дерется. Драники на столе Нина Ивановна – традиционное блюдо. Их любят и дети, и внуки. А вообще, для тех, кто сажает картофель исключительно для себя, специалисты рекомендуют иметь несколько сортов. Чтобы попробовать и раннюю картошку в начале сезона, а по осени положить урожай на хранение. Пассивная уже не за горами. Этими днями православные христиане отмечают Пасху. Католики и протестанты сделали это неделей ранее. Самый важный христианский праздник в честь воскресения Христа. И Пасха – это не только булки и яйца. Главное здесь – духовная часть. Кто мы есть, и как стать добрее, терпимее, как помочь людям, и как сделать мир лучше, начав с себя. И здесь советский актер Евгений Леонов напомнил нам о душе. Народный любимец он сыграл в фильмах, которые смотрят и пересматривают разное поколение. Евгений Леонов был очень скромным и очень мудрым человеком. Он считал, что Бог не на небе, а в собственном сердце. И уверял, что главное в жизни – доброта. Однажды Леонов сказал, «Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее». Книгу «Часовник» отпечатали в Могилевской братской типографии в 1750 году. Путь этого почти карманного издания, как бы сказали сегодня «покетбука», неизвестен. По таким книгам обычно учили читать, и их мало сохранилось. Этот «Часовник» появился на антикварном рынке Беларуси недавно, и его выкупил для Музея истории Могилева писатель и меценат Валерий Казаков. В чем ценность этой книги для истории, кроме почтенного возраста? Мы сейчас расскажем. У Могилевской друкарни был такой вельми тековый бизнес-проект. Янетыр мали заказ от староверов, старобрядцев Российской империи, которые жили у соседней державы, и у них не хапала литература, литургичная кшталта, потому что у России было заборонено друковать литургичную литературу для староверов. Тому они обратились в друкарню Речи Посполитой и в приватности в Могилевскую друкарню с просьбой друковать книги для их потребов. Для того, чтобы достать книгу, директор музея истории Могилева Алексей Батюков упраняет белые пальчатки, открывая скрыню. Книга належать 18-му стагодзю и больше конкретную дату допомогла вызначить филигрань. Водяный знак на одной со сторонок с литерой М и короной. Подобные были только на вырубах паперового млыну масаловых, которые работали аккуратно в 1750-м годе. Часовников, которыми использовались очень часто, совсем мало заховалось с этих часов, литерально одинки. Допустим, дневодного экземпляра книг в этого часа Могилевских не описано в библиографии. Фактически мы имеем одинковый экземпляр, не описан ранее в библиографии. Допошуку и набытя часовника спрычынился Валерий Казаков, вядомый уродженец Могилевшины, литератор, меценат и фундатор, який шмат речи упередал музею Гистории областного центра. Один из запошних подарунков – коллекция старожитных сребных предметов, узнойденных в районе приватных забудовы для Дубровенки. Подвеска, якую датовали 11-м стагодзем, и инши упрыгажение, теперь у музейной коллекции. Народ знает, что я интересуюсь всем, что касается Могилева и его прошлого. И почти все поддерживают мою сумасшедшую идею доказать, что Могилеву больше, чем тысячи лет. Кольки каштует шасовник? Для цека он их зазнашим – до тысячи долларов. Але про гроши у музея не любят сказать, бо книга – наиперш гисторичная, а не материальная каштовность. У музея истории Могилева теперь целый сбор стародруков с десяток каштовных особников. Центр коллекции, конечно, статут Великого княства Литовского. Книга, якая заховывается у Могилеве, але вядомая на всю Беларусь. Летость презентовали апостола Спирыдона Соболя, одного из беларуских першадрукаров, у радженца Могилева. Книгу, якая датуится першей половой 17-го стагодзена, были за гроши городского бюджету. Теперь есть шесть шассоуник, який представляет Могилевскую школу книгодрукования. А между тем Валерой Казаков уже шукает новые Могилевские раритеты и закликает долучиться до этой справы у всех, кому необыякова, родима, малая и великая. Есть таких два очень интересных, они, правда, не очень древние, но все равно они связаны с Могилевым. Два кувшина, таких декоративных, красивых кувшин, парных для вина и фруктовых вод, ну, наверное, это 18-й век, не позднее. Но они из флигеля, адъютантов, его императорского величества, любая мелочь, которая принесена в общую копилку нашей древней государственности, дает, естественно, свои всходы. Если не сегодня, то завтра, послезавтра. И опять она вырастает из репуток и прорастает. И напоследок о мобильной связи. 3 апреля 1973 года был сделан первый звонок по мобильному телефону. Инженер компании Моторола позвонил своему знакомому по первому мобильнику. Аппарат весил почти килограмм. Разговаривать по нему можно было чуть более получаса, а на зарядку аккумулятора требовалось 10 часов. Первые мобильные телефонные аппараты стоили по нынешним ценам почти 10 тысяч долларов, но прошло 45 лет, и теперь сотовые телефоны доступны практически всему населению планеты. Причем большая часть из них карманные персональные компьютеры. По статистике в среднем человек смотрит на экран своего смартфона 50 раз в день. Сегодня людей интересует даже не собственно телефонная связь, сколько мобильный интернет. А уже есть так называемый интернет вещей, когда гаджеты встроены в бытовую технику, например, в утюг или кофеварку. Я не шучу. Будьте готовы к прогрессу и берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире.